Белгород стал победителем всероссийского конкурса МЧС «Мой город безопасностей». Это просто бред какой-то. Город безопасностей, в который сейчас полетят баллистические ракеты. Безумие. В Казань прилетали ВПЛА, летели на завод «Казань Оргсинтез». Ну, утверждают, что не долетели. Но другой информации у нас нет. То есть, их там сбивали. В Краснодарском крае ВПЛА украинские поразили какие-то цисцерны на нефтебазе. В радиолокационной системе небо в Крыму поражено. Я помню, мне присылали фотографии такой радиолокационной системы и геопозицию. Ну, я попросил переслать, так сказать, в Украину. Не знаю, имеет ли их к этому отношение. Но ваша работа, я вам скажу, и ваша информация очень ценная. У нас уже были такие интересные случаи просто, когда, ну, уходит информация, условно, днем, да, а вечером уже происходит реализация. Россия и Украина обменялись военнопленными 75 на 75. Движение жен мобилизованных «Путь домой» и активистка Мария Андреева включены в список инагентов. Это ужас какой-то. То есть, уже кого только нет в списке инагентов. Туда вот Екатерину Дунцову включили. Екатерина Дунцова хотела выдвинуться. Все ее преступление стоит в том, что она хотела выдвинуться в качестве кандидата на пост президента. Все, иностранный агент, и эти иностранные агенты, и те иностранные агенты. Такое-такое-то гаденькое совершенно название «Иностранный агент». Телеканал «Спас» начал крутить ролики о чудесном воскрешении участников СВО. Блин, ну, чтобы не страстно было. То есть, они все там воскреснут. Ага, вот, воскресните. Вот сейчас идет расследование дела уголовного, где два военнослужащих, офицеры, один из них, похитили 23-летнюю жительницу Луганска. Она, кстати, воевала за Украину, сдалась в плен. Да, и вот ее похитили из кафе и нанесли ей 20 ударов ножом. Вот, и потом этот офицер приказал подчиненным добить ее. То есть, он ее не смог убить, приказал добить. То есть, потрясающие, конечно, люди у Путина. Там это просто жесть какая-то. Там через одного к стенке надо ставить. Вот, война с Украиной спровоцировала резкий рост ритуальных услуг. Ну-ка, представляете, какая прелесть. Да, вот, как в том анекдоте даже сейчас. Пока цены еще низкие, надо помирать. Ну, люди с маржинальным мышлением, они должны сказать, блядь, там, хранить-то как дорого будет. Ой, не укупишь. Надо помирать сейчас. И тут мы угорали по этому поводу с Валерой, по поводу фьючерсов на захоронение. Представляете, то есть, вот, никто, я рекомендую всяким этим ворам и жуликам, банкирам всяким, ну, и всяким остальным прощелыгам фьючерсы на захоронение. Это будет вообще просто песня. Это топ. Топ будет. Это вообще, да, то есть, отложенный такой, покупка отложенного захоронения, да, там, перспективно, так, на осень, да, там, фьючерсы на захоронение, на весну. Ну, Вячеслав, война в Украине прекратится, когда США вмешается. Война в Украине прекратится, когда Путин грохнет. Вот тогда прекратится война в Украине. А если США вмешается, то Путин будет и дальше в топку кидать людей, делать все, что угодно. И ядерное оружие применит против США. Что же вы думаете? Остановится на достигнутом. Субтитры создавал DimaTorzok